Про оборону забывать не надо, иначе убежим или создадим и нахажем. Прошла передача на Никонцева, но вот может быть в этой атаке что-то получится. Бросок низом, Кошешкин успевает среагировать и Спартак отвечает. Отвечает идеальным для себя способом. Анатолий Никонцев начал эту атаку, но если исходить из того, что он затащил шайбу в зону, потому что в перевете была отличная передача от своей синей линии. По диагонали противоположной синей линии, которую Никонцев хорошо принял, закатился в зону, создал момент, бросил низом щитки Кошешкина. Тот ничего не мог сделать, кроме как отбить щитками и не пропустить между них шайбу. И это оставило вариант для партнера. И Робин Ханзл тот как тот, что делала в этот момент пара двух хоккеистов из Магнитогорска, находившихся рядом с собственным галкипером. Но, наверное, этот вопрос зададут филегеру Магнитогорска. Зададут, ну, в первую очередь, наверное, Дронову. Не то, чтобы он не участвовал в эпизоде, но здесь совершенно очевидно, что с Ганзлом нужно и было пожестче ему действовать.